Это монеты, они современные, практически такого же изготовления. С современными подделками старых монет известный казанский антиквар Сергей Кузнецов встречался не раз. Эти, к примеру, он купил практически за копейки, для того, чтобы показывать студентам во время лекций. Увидев лаишевский клад, антиквар, который является независимым экспертом Министерства культуры России, даже не сомневался в том, что перед ним не древнее сокровище, а обычная подделка. Там присутствовала, в частности, одна из монет 12-рублевек 1840-го года, которая была выпущена вообще в единственном экземпляре. Она не могла быть в этом кладе. А потом сам состав клада, то есть подбор тех монет и тех вещей, которые там лежали, сразу говорят, что это не клад. Жестяную коробку обнаружили в начале июня на территории школы-интерната в Лаишево, когда начали проводить воду в теплице. В коробке лежали 25 монет и несколько украшений. Историки говорили о том, что находка может оцениваться до нескольких миллионов рублей. А сотрудники школы-интерната выдвигали свои версии того, кто и когда припрятал сокровища. Некоторые уверяли, что в коробке коллекция какого-нибудь нумизмата из прошлого. Другие предполагали, что монеты закопали заключенные. Появился какой-то мужик. Он день-два ходил вокруг школы и говорил о том, что он просто освободился из этой зоны. Пришел, значит, посмотреть в таком духе. У нас в школе что-то искали. И вот теперь все версии и предположения разбились об экспертное заключение. Все 25 монет сделаны в наше время. Коробка, в которой лежали монеты, действительно старая. Украшения датируются концом 19-го, началом 20-го веков. Там не серебро, там обычный композитный сплав. И это монеты со временной чеканки. Вернее, даже не чеканки, а отливки. Там часть чеканная, часть отливная. Кто и с какой целью изготовил и спрятал эти монеты, пока неизвестно. Подобные подделки, по словам экспертов, встречаются нередко. Чаще всего их делают для того, чтобы обмануть антикваров. Изначально предполагалось, что ценная находка займет свое место в Краеведческом музее Лаишевского района. Возможно, именно туда и передадут монеты, но уже совсем в другом статусе. Пока клад, который наделал столько шума, находится у лаишевских полицейских. Светлана Белова, Владимир Ладушкин, эфир 24.